здравствуйте сегодня впрочем как и всегда у нас очередная рухляч начнем мы вот с этой коробки это универсальный проигрыватель у p4 собственно говоря это не проигрыватель а только электромеханизм для встраивания но он выпущен так что эту коробку в которой он находится можно использовать как собственно говоря проигрывать вот значит предыдущий хозяин даже видите оклеил ее пленочкой под дерево очень симпатично значит вот здесь у нас паспорт тут можно прочитать что выпущен он 20 декабря 1954 года а продам уже 24 декабря и к нему у нас еще есть вот такая вот небольшая инструкция как с ним обращаться ну собственно говоря этот проигрыватель является вспомогательной в нашей презентации я почистил механизм разблокировал смазал двигатель и нас будет интересовать скорость 78 оборотов теперь главный виновник торжества магитофонная приставка модель mp2 вот собственно говоря приставка у нас есть паспорт на котором написано что дата выпуска марта 1958 года дата продажи 17 мая 1958 года значит у нас тут еще есть укладочная ведомость лентопротяжный механизм усилитель кассета с ферромагнитной ленты кассета шнур к приемнику микрофон md-41 груз для перемотки ленты предохранитель пк-3005 резиновый шнур к лентопротяжному механизму описание и формуляр также у нас есть инструкция к пользованию динамическим микрофоном md-41 паспорт на этот микрофон 23 месяц не очень хорошо видно 57 года вот ну и небольшое предупреждение к сожалению инструкция не сохранилась но благодаря сайту радиотехника двадцатого века мы можем найти скан этой инструкции подробно описывающий как обращаться с этой приставки что у нас тут есть внутри значит ну вот собственно микрофон md-41 1957 год октава так микрофон дальше лентопротяжный механизм от приставки с шнуром для подключения вот тут две опоры мы потом увидим зачем они нужны вот такой вот тяжелый ламповый усилитель вот он ламповый усилитель приставки тоже мы подробнее на него потом посмотрим так и есть кассет бобина бобина что еще у нас есть у нас еще есть груз для перемотки еще у нас есть шнур шнур но его уже кто-то переделал под пяти штырьковый разъем теперь дальше кассеты с пленкой у нас не было поэтому я раздобыл у своего знакомого вот такую вот пленку она ему было не нужно он мне еще дал вот в такой коробочке дал мне свободную кассету я любите намотал чуть-чуть сюда ленки но это вполне достаточно чтобы продемонстрировать работу гитофонной приставки значит сразу скажу что особенности установки ленты в эту приставку является то что лента наматывается магнитным слоем наружу в отличие от классической намотки более поздних магнитофонах магнитным слоем внутрь мы потом увидим почему теперь давайте будем собирать приставку значит первое что мы ее вставим на диск диск вот у нас здесь две ножки которые позволяют отрегулировать положение приставки на диске чтоб она стояла ровно ну я заранее их отрегулировал поэтому наша задача просто поставить на диск она у нас прочно встала теперь вот этот шнур мы должны подключить ко входу приставка на усилитель так еще у нас есть микрофон который мы подключим ко входу микрофон тоже на усилитель в принципе теперь приставка готова для записи микрофона вот переключатель мы ставим положение запись вот здесь регулировка усиления сейчас мы подадим питание на всю эту конструкцию так дождемся когда прогреется усилитель поскольку он ламповый ему нужно некоторое время еще не прогрелся вот видите появился зелененький огонечек если вам покажу зелененький огонечек вот зеленый огонечек теперь попробую показать поближе микрофон поставим усиление так если мы сейчас постучим по микрофону вы здесь увидите как реагирует глазок индикаторной лампы так теперь как это вращается значит мы переключаем на скорость 78 и пускаем проигрыватель приставка на скорости 78 оборотов обеспечивает движение ленты со скоростью 19 с половиной классическую достаточно и на этой скорости для лент того времени тип 1 и тип 2 она обеспечила частотную характеристику от 70 герц до 7 килогерц так давайте теперь установим магнитную ленту вначале я говорил что для того чтобы можно было записывать на ленту она должна быть намотана магнитным слоем наружу почему давайте посмотрим как здесь устанавливается лента видите как вот она идет вот так обходит приемный ролик и приходит через вот эту вот направляющую сюда значит обратите внимание вот это вот стирающая головка это записывающая головка если бы у нас магнитная лента была бы магнитным слоем внутрь как в современных магнитофонах то соответственно запись была бы просто невозможно я не знаю почему так сделали ну наверно у конструкторов были какие-то идеи почему так лучше я на мой взгляд конечно же лучше делать классическим образом но вещь это старая мы не будем ругать конструкторов ну вот я наконец заправил ленту и сейчас мы включим воспроизведение видите вращается проигрыватель и прощается приставка со скоростью 19 с половиной сантиметров в секунду теперь здесь есть режим перемотки он правда выполнен достаточно оригинально сейчас я вам продемонстрирую как работает режим перемотки мы снимем ленту с направляющих вот для того чтобы перемотать ленту надо положить вот сюда грузик чтобы он плотнее прижал бобину к фетровой ленте и она не проскальзывал и теперь будет у нас режим перемотки вот так перемотка работает ну да мне очень быстро что поделаешь а сейчас мы более детально остановимся на усилители и собственно приставки итак лентопротяжный механизм он совсем простой значит подающий подкассетник фиксированный здесь наклеен фетр для того чтобы обеспечить необходимое натяжение ленты поступающей с подающей бобины приемный подкассетник он связан с механизмом основным приводом приставки при этом центральная часть вращается свободно а фетр обеспечивает проскальзывание и необходимое натяжение приемной бобины вот здесь у нас обрезиненный ролик который отвечает за транспорт ленты здесь у нас находится стирающий голова а тут записывающий голова запись двухдорожечный с обратной стороны совсем ничего интересного как я говорил вот здесь находятся регулируемые стоечки которые позволяют выровнять механизм проигрыватели вот это вот основной вращающийся узел который фиксированно связан с приводным роликом а вот здесь находится ремень который передает вращение на приемный подкассетник ну и как я уже говорил за счет проскальзывания обеспечивается необходимое натяжение ленты на приемный подкассетник тут я откручивать ничего не буду потому что там ничего собственно нету кроме проводов и вот как я уже рассказала передаточного ремня теперь усилитель выполнен в металлическом корпусе достаточно тяжелый значит спереди у нас индикаторная лампа которая регулирует позволяет следить за уровнем записи значит здесь вот потенциометр усиление меньше больше при записи этот потенциометр регулирует уровень записи а при воспроизведении уровень громкости вот здесь пакетный переключатель положение запись с микрофона положение звукосниматель записи звукоснимателя и положение воспроизведения так вот здесь у нас вот здесь у нас блок входов значит это разъем к приставке это разъем к микрофону это разъем для подключения звукоснимателя и вот здесь есть надпись трансляция но собственно разъем отсутствует так теперь с другой стороны у нас выходы выходы на наушники надпись телефон и линейный выход значит верхняя крышка присоединена на трех винтах нижняя крышка на четырех винтах сейчас я сниму эти винты и мы посмотрим что внутри так я открутил винты сейчас мы снимем верхнюю крышечку вот аккуратно снимем верхнюю крышечку ну в общем ничего такого особенного значит как вы видите три лампы стоят вот трансформатор индикаторная лампа и набор конденсаторов блок питания вот сейчас мы снимем нижнюю крышечку и посмотрим что внизу теперь нижнюю крышку отвинтил я им ее снимаем аккуратненько ну вот такой подвал классический старый подвал вот этот потенциометр был практически неисправен очень грязный сильно трещал но слава богу обошлось тем что я просто побрызгал внутрь очиститель контактов и он заработал нормально то есть снимать разбирать его а тем более менять не потребовалось вот здесь два гнезда для предохранителей в этом случае усилитель работает на 220 вольт и если мы сюда ставим предохранитель он будет работать на 127 вольт и в заключении давайте послушаем как это все играет сразу хочу отметить что низкочастотный фон усилитель достаточно сильный очевидно что требуется менять конденсатор я не стал этого делать я записал на одну сторону программу через микрофон для этого я просто взял нашел в интернете какое-то радио где шел разговор и записал его с микрофона а с другой стороны я записал фрагмент пластинки из пьезокерамического звукоснимателя что из этого получилось вы услышите конечно же я произвел небольшую обработку записи а именно обрезал частотную характеристику в соответствии с параметрами приставки то есть от 70 герц до 7 кг у нас есть у нас здесь и у нас есть и у нас есть в гостях кандидат биологических наук и ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Максим Скулачев Максим добрый день здравствуйте вот Максим Скулачев один из тех людей которые на практике занимаются разработкой всяких разных препаратов даже лекарств от старения и оптимисты говорят что через 20 у нас есть оно раз я Субтитры сделал DimaTorzok